Более подробно эту тему обсудим с Андреасом Умландом, немецким политологом, аналитиком Стокгольмского центра исследований Восточной Азии. Здравствуйте, рад приветствовать. Здравствуйте, но Восточной Европы, а не Восточной Азии. Простите, прошу прощения, да, Восточной Европы. Спасибо, что вы исправили. Бывает такое. Андреас, очень важно услышать ваше мнение на следующий счет. В свою очередь, когда говорим об отношениях Китая и Российской Федерации в последнее время, ну, если я правильно выражаюсь, очень сильное сближение, как экономическое, так и идеологическое. И вот видим, что даже на это реагирует и господин Боррель, комментируя и предостерегая Китай от сближения с Российской Федерацией и от помощи со стороны Китая и Российской Федерации в производстве тех или иных ресурсов, тех или иных производственных мощностей, которые используются в войне против Украины. Ваше видение на этот счет о сближении Китая и России? Я думаю, что можно уже в чем-то тут некую параллель видеть с тем, что произошло в России, что интересы политического режима в России, они расходятся с долгосрочными стратегическими интересами российского государства. Ну вот Россия этой войной себя загоняет в тупик и сейчас что-то похоже происходит в Китае, где тоже режим несколько изменился, он стал более персоналистским, более диктаторским. Раньше это была партийная диктатура, сейчас это все-таки более персоналистский режим КСИ, который видимо рассматривает вот геополитическую ревизию, так же как и Путин, как политический свой ресурс, внутриполитический ресурс. И в связи с этим возникает эта противоречивая политика Китая, где с одной стороны есть как бы вот эти декларации относительно территориальной целостности, политического суверенитета, незыблемости границ. Сейчас это еще идет, это еще с 94-го года, когда был Будапештский меморандум и Китай тоже в правительственной декларации подтвердил свое уважение к украинским границам и территориям. И сейчас возникает вот этот второй фактор, международный авантюризм, как внутриполитический ресурс, это еще не так агрессивно и так выражено, как в России, но видимо есть вот все-таки такая амбициозность сейчас у КСИ, которая, я думаю, противоречит долгосрочным интересам Китая, который, конечно, больше экономически связан с Европейским Союзом, с Америкой, но режим требует свое, как бы вот сохранение этого персоналистского режима. Андреас, очень интересный момент. Если на долгосрочную перспективу вот это видение Китая по отношению к России ничего не сулит, можно ли говорить о том, что СИ использует Россию сейчас исключительно в своих прагматических интересах, а именно как огромный рынок сбыта для китайской продукции, учитывая то, что в Китае наблюдается и инфляция, и до кризиса, конечно же, далеко, но все же инфляция и падение экономики фиксируются аналитиками? Ну, мне кажется, что как раз-то так не есть. Это как раз не то, что требовало делать, потому что, несмотря на то, что Россия большая страна и тоже имеет большие ресурсы, это сравнительно маленькая экономика. Эта экономика, она по своему объему примерно такая же, как испанская или итальянская экономика, или как экономика города Нью-Йорк, скажем. В том-то и все дело, что да, это для России, и это как бы в относительном, если просто посмотреть, сравнивать раннюю российско-китайскую торговлю с сегодняшней, то это очень все впечатлительно. Но если посмотреть, если не только сравнивать российскую-китайскую торговлю сама собой, а сравнивать китайско-европейскую торговлю, китайско-американскую торговлю, То это совершенно другие категории. Ну да, в чем-то, конечно, сегодня для Китая Россия удобный такой, один из удобных рынков, но вообще-то стратегические интересы Китая, они лежат в других плоскостях. Россия, она как раз подходит как такой инструмент геополитической ревизии. Видимо, Китай тоже хочет ревизию, скажем, границ в Восточной Азии, в частности, инкорпорировать, аннектировать, можно сказать, Тайвань. Там есть конфликты с Филиппинами, с Японией. Ну, там практически у Китая есть какие-то конфликты со всеми странами вокруг Китая. И там, видимо, тоже это рассматривается как и в России, вот эти конфликты как внутриполитический ресурс, как способ стабилизировать авторитарный или автократический теперь уже режим в Китае. И в этом вот Путин и Кси, к сожалению, они сходятся в чем-то. В этом вся проблема. И я боюсь, что даже тут, скажем, внутри китайского руководства есть разные фракции. И то, что, скажем, там услышал Дмитро Кулеба, когда он приехал в Китай, это может быть не линия Кси. Это может быть, так сказать, просто выражение, так сказать, стратегических интересов Китая, которые расходятся, возможно, с интересом Икси. И, кстати, вот вы уже вспомнили частично за визит главы Украинского Министерства иностранных дел Дмитрия Кулеба в Китай. И довольно-таки позитивно господин Кулеба отзывается об этой встрече со своим китайским коллегой. И в свою очередь также позитивно отзывается и позиции Китая касательно российской агрессии против Украины. То есть эта позиция, она довольно-таки совпадает с украинской. Но в то же время мы видим, как совместные самолеты патрулируют, как говорит об этом российская пропаганда, патрулируют небо. И в последние дни, если я не ошибаюсь, 27 июля российские и китайские самолеты были перехвачены самолетами Соединенных Штатов Америки, военными и воздушными силами. То есть с одной стороны видим поддержку, с другой стороны видим дружбу с Российской Федерацией, Китая, совместное патрулирование и подлет к территории Соединенных Штатов Америки. Вот как понять данную политику? Потому что она иногда кажется довольно-таки не циничной, но разносторонней. Ну это в принципе мне напоминает политику России до 1922 года, когда с одной стороны все еще развивались после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе российско-европейские, российско-западные отношения. Например, строился этот Северный поток-2, а с другой стороны шла эскалация. И вот это мне сейчас в чем-то напоминает, что есть вот такая двуликость. Я думаю, что Кулеба там услышал в Китае, это не был какой-то преднамеренный, я так спекулирую, обман, а это просто выражение того, что там есть действительно разные видения того, куда Китай должен двигаться. Это он будет стабилизировать международный порядок или он будет нарушать или даже разрушать международный порядок вместе с Россией. Вот эта двойственность, она мне кажется просто выражает двойственность самого режима, который с одной стороны партийный режим, где все-таки партия хочет, наверное, скорее такое умеренное развитие Китая и внутри, и во внешних отношениях. И с другой стороны есть этот новый автократический элемент, который появился с КСИ, который похоже на то, что Путин делает, рассматривает внешнюю, агрессивную внешнюю политику как внутриполитический ресурс. В России это хорошо работает, там войны России, они популярны, особенно если они успешные, победные войны, как в Чечне, в Грузии, в Сирии, или как это было с аннексией Крыма в 2014 году. И сейчас Китай тоже может по этому пути пойти, как он именно будет дальше развиваться, мне трудно сказать, но есть вот явное сближение между российским и китайским ревизионизмом. Уже Си боится санкций от Европейского Союза в отношении Китая. Неужто Си Цзиньпинь думает, что до сих пор можно как-то будет устоять, грубо говоря, на двух стульях? Ну, я думаю, это просто такая игра в покер, можно сказать, что Китай, конечно, знает, что не только Европейский Союз важен для Китая, но и Китай важен для Европейского Союза как рынок и как партнер в многих отношениях, экономических отношениях. И он надеется на то, что все-таки прокитайские лоббистские группы, опять же, это все напоминает ранее действия России с Европейским Союзом. Он надеется на то, что лоббистские прокитайские группы в Европейском Союзе будут защищать Китай от санкций. И то же самое, наверное, касается Соединенных Штатов. Ну, пока что эта игра в покер, она как бы получается, потому что санкций значимых таких пока нет. Но тут, конечно, эта война все больше затрагивает самые коренные интересы Европейского Союза. И это означает, что вот это прокитайское лобби, это просто бизнесмены, они не имеют, наверное, какую-то особую симпатию Китаю. Они просто видят Китай как большой рынок. И они, конечно, есть. Это похоже на то, что мы имели с Россией раньше. И пока что эта тактика китайская, она, по крайней мере, в Европейском Союзе удается. Но тут это, мне кажется, все-таки такая неуклюжая политика. Меня вот, например, сейчас тоже очень удивила вот эта китайская вдруг такая очень ангажированная политика в Белоруссии. Там совместные военные учения и что-то такое. Это, мне кажется, вот плохой анализ в Китае касательно европейских дел. Я думаю, Беларусь в какой-то момент, конечно же, пойдет по дороге Молдовы и Украины. Также будет там иметь свое соглашение об ассоциации. В конечном счете тоже вступит в Европейский Союз. Но все же очень интересным получается момент. Знаете, честно признаюсь, не вспомню, от какого аналитика я услышал такую фразу. Но он сказал, что Китаю выгодны вялотекущие конфликты без завершения, но и без эскалации. В данном контексте разделяете ли вы эту мысль, что как раз Китаю выгодно было бы не завершение войны, а заморозка, либо там периодически какие-то конфликты исключительно ради своей прагматичности? Из-за своей прагматичности? Да, да. Мы с коллегой тоже об этом писали. В Украине в «Зеркале недели» у нас была статья как раз об этом. И действительно тут наблюдается такой элемент, что в Германии это называется смеющийся третий. Китай смотрит на это, Запад против России, и смеется, что и ослабление России, и ослабление Запада в результате этой войны ему выгоден. И это, конечно, отвлекает Запад от Восточной Азии, где основные амбиции Китая, и поэтому ему эта война в чем-то выгодна. Но война, конечно, она всегда, она все меняет. Это не игра, так сказать, это может быть тоже такой элемент, который недооценивают. Там хотят играть, как и Путин, он хотел играть в игру, и Китай теперь тоже хочет играть в какие-то игры. Но войны — это не игры, и они имеют множество разных последствий и непредсказуемых последствий. И, ну, это нужно китайским, ну, эксперту по Китаю спросить, что это все означает, так сказать, для китайской внутренней политики. Потому что, конечно, для Китая отношения с Европейским Союзом и США в конечном счете намного важнее, чем вот этот союз с Россией. Андрес, огромное вам спасибо, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру. Мы всегда рады вам в эфире Freedom. Напомню, Андрес Умланд, немецкий политолог, аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы, с нами был на прямой связи.